Металлург Уже в дебюте встречи стало понятно. Металлург намерен упрочить лидерские позиции в чемпионате и в первой же атаке поразил ворота гостей. Президент мотобольного клуба Металлург Валерий Нефанти в победе своей команды ничуть не сомневался. Однако мудрый наставник знает, к каждому сопернику нужно относиться серьезно. Я всегда говорю, любого соперника надо уважать. Естественно, по рейтингу Комета стоит гораздо ниже Металлурга. Но, тем не менее, эта команда такой твердый середнячок. И она запросто может любой сюрприз преподнести. Вратарь Металлурга Алексей Семенов сыграл против своего визави Евгения Яшина куда надежнее. Не оборонительный стиль игры гостей, неименитая фамилия галкипера Кометы не спасли от натиска видновского коллектива. Алексей отметил основные недостатки команды из Краснодарского края в этой игре. И в обиду Кущевской комете они приехали на эту игру не в самом сильном составе. Несколько человек по объективным причинам у них не смогли приехать. Поэтому я думаю, что все-таки это ожидаемые три очка. После первого периода счет был неприлично разгромный 6-0. Болельщики Металлурга в оставшейся части матча ожидали большего напора от соперника. Начало хорошее. Металлург сейчас в силе. Металлург сейчас набрал. Но мы ждем и от Кометы прибавления во втором периоде. Всегда болел за Металлург. Поэтому ничего удивительного на меня нету с такой счет. С удовольствием всегда смотрю все матчи. В общем-то я в восторге от этой игры. В сухую обыграть гостей Металлургу не удалось. Зато забили еще 6 мячей и 2 пропустили. Итоговый счет 12-2. Следующий домашний матч Металлург проведет 25 августа со своим главным соперником в борьбе за чемпионский титул и патовским колосом. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.